Украина, Юлия Тимошенко Частичкой мощей Святой Юлии Она очень помогает в лечении болезней Эта икона прошла очень много православных храмов И те люди, которые... Дайте, Магдан, что я сюда? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Харькова, есть у нас вот тут зараза. А мы же знаем, какая это зараза. Это действующая власть. И идет навстречу мне по коридору. Вот там зам главного врача, какая взяла грех на душу и сказала, что Юля больная. И идет без маски. А я говорю, а что ж такое? Вся больница в масках. Она разрезает, я же не знала, что я вас убью. Так мы на их фоне сфотографировались и сказали, на фоне больной милиции здоровая оппозиция. Ребята стояли хорошие, нормальные, по глазам видно. Им самим все это вот то, что вы подумали. Они бы, конечно, и цветы пропустили. Мы знаем, что сегодня у Юли будет рядом дочка. Я думаю, что это самый большой подарок. И она, ну знаете, как сердце у нее отзывается. Поэтому для нее слышно все. И она страшно. Страшно вас всех любит. И я знаю, что для нее это лучше, чем все лекарства и все законы. Пока вы есть, пока мы все вместе есть, кто ее искренне любит, они ничего не смогут с ней сделать. Потому что она именно держится на любви к нам, а мы сегодня ее поддержим своей любовью. Поэтому спасибо. Действительно, я Людочку поддерживаю. И Арсена, спасибо вам огромное. Мы приехали к нашему другу, к нашему лидеру, а вы пришли к своей, к своей, как бы сказать, матери, наверное. Я думаю, вот она моложе нас всех, но мы ее любимые мамы. Есть разные. Мы ее любим как лидера. Мы ее любим как государственного деятеля. Мы ее любим как человека. Потому что есть государственные деятели, которые готовы ради своей наживы сегодня все попрать. Это не государственные деятели. Извините, я называю вещи своими именами. Я хочу сказать спасибо вам еще раз, потому что, поверьте, страшнее ничего нет. Это забвение. Спасибо вам огромное. Слава Украине! Слава Украине! Вы нас оставлены! Сегодня в нашей державе возбывается знамотедение. Историчная века. Кожен святомый гражданин відчувает и понимает криминальная шпана, которая захопила владу в стране, пытается знищить нашего лидера, национального лидера Юлия Тимошенко, поставить народ Украины на колено и разрывать эту державу. В каждом городе сегодня нашей с вами державе люди повстанят. Люди больше терпите этого не будут. Этот злочинный режим должен быть уничтожен. Мы сегодня говорим и даем ему время вступить мирно. Від пости национального лидера Юлия Тимошенко незаконно кинуто за гради. Не знущайся над народом, не развивай державу. И поверьте мне, приближается час, когда мы с вами в нашей родной стране заспеваем свободно и свободно на полной легене наш гимн державы, гимн Украины. Украина переможе. Болю Украине! Болю Юлия! Ще нам братя украинців усмитнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Души кілом и положен за нашу свободу і покажем, що ми братя козацького рогу. Слава Україні! Слава Юлии Тимошенко! Юли! Ворожнь! Юли! Ворожнь! Юли! Ворожнь! Юли! Ворожнь! Юли! Ворожнь! Юлия! Немного! 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 Готовыся, да? Да. Сегодня мы с европейским флагом. Сегодня флаг Европы вместе с флагом Украины по всей стране. От киевских Майданов до Харькова, Суми, Николаева, Крыма, везде. И это потому, что мы за европейские ценности. Юлия Тимошенко в преддверии своего дня рождения обратилась нации к Украине с призывом поддержать евроинтеграцию. Говорить о евроинтеграционных ценностях, говорить о основных человеческих ценностях. Это мировоззренческий выбор. Это не вопрос ее свободы. Это не вопрос конкретных экономических ситуаций. Это мировоззренческий выбор на многие-многие годы и поколения вперед. Именно поэтому Юлия заявила, что не препятствие должна быть ее конкретная судьба. Должны быть выдержаны общие концепции, общие принципы. Мы здесь сегодня, чтобы еще раз поддержать нашего лидера, дать ей сил, потому что уверены, что победа будет и будет скоро. Вопрос в том, чтобы каждый из нас делал то, что должен делать. И даст Бог, мы будем жить в совсем другой стране. И будем петь гимн Украины, и будем петь оду радости, слова, которые вы еще не знаете. Это гимн Европы. Но это будет и наш гимн тоже. Я сегодня здесь с вами коллегами. Мы всю ночь ехали после вечерних событий в Киеве для того, чтобы быть здесь, в Харькове. Здесь тоже есть Евромайдан, здесь тоже есть наши граждане. Я хочу, чтобы каждый из них сказал несколько слов, представляя в том числе те территории, где он живет. И Александра из Киева, и Людмила из Крыма, и Роман из Киева, из Николаева. Я прошу. Людмила Денисова. Я считаю, что сегодня не в Киеве, к сожалению, европейская столица Украины, а европейская столица в Харькове. Потому что здесь находится самый известный политик, самая влиятельная женщина в Украине Юлия Тимошенко. И именно она является центром в Украине внимания как европейских, так и политиков всего мира. И действительно, она нам дает такое напутствие, чтобы мы помнили в первую очередь об Украине, о европейском выборе граждан Украины. И о том, как мы будем дальше жить в том случае, что мы обязательно будем с вами в Европе. И я хочу Харькову и всей Украине передать привет из Крыма. Там каждый день проходит европейский Майдан. И когда говорят, что в Крыму одни голубые, не верьте, там есть и женщины, и мужчины, и которые за Европу. Спасибо вам! Он докладает максимальный усилий, чтобы их забыли. Но этого никогда не случится. Мы знаем, Украина это европейская государство. И на челе с нашим лидером Юлией Тимошенко мы войдем в европейскую семью. Александр Кужель. Знаете, чем политика отличается от государственного деятеля? Президент, политик выступил к обращениям с народом и даже не смог по... Ну, как говорят, Бухшельму метит, и он четко сказал в своем предложении, я же не могу оставить голодной семью. Но мы же все это понимаем, мы все это знали. Примером государственного деятеля является Юлия Тимошенко, которая сказала, забудьте обо мне, я буду сидеть, переступите, через все, через страхи, и подпишите европейскую интеграцию. Не дайте погибнуть Украине, не сделайте шаг назад. Она к нам непрерывно пишет максимально любви, максимально взаимной поддержки. Убрали, вы видели, вчера мы по ее требованию все политические знамена, гасла, потому что это и есть оценка государственного деятеля. Украина, народ Украины превыше всего. Юлечка, с днем рождения. Спасибо тебе, что ты есть. Расскажите, пожалуйста, о результатах вашего похода наверх, что удалось, что не удалось. у нас встретили вся милиция в масках, потому что она заражена. Есть такая бацилла, это партия регионов. И мы на их фоне сфотографировались и сказали, на фоне больной милиции здоровая оппозиция. Вот это сегодняшняя картинка и сегодняшнее гасло. Ребята стояли не агрессивные, спокойные. К сожалению, они выполняли свой долг. Поэтому цветы они попросили передать через колонию, что мы сейчас отвезем. Слава Богу, мы счастливы, что зашла Евгения Тимошенко, зашел Сергей Власенко и Андрей Кожемякин. Перенесли большое письмо, которое здесь подписали от всех людей. Мы передали открытку от ребенка, телеграммы, все это ей передали. Главное пожелание сегодня? Несколько цветочков. Главное пожелание сегодня? Мы пожелали одного, силы и выдержки. Здоровья есть. Знаете, даже страшно желать ей силы и здоровья. У нее здоровья не бывает. А вы не знаете, она продолжает голодушку? Да, никому не верьте. Юля голодает. Я сегодня у Женечки спрашивала, она говорит, мама пока нормально держится, и тот, кто пытается обмануть, что она сказала, что голодает и что-то ест, слушайте, ну мы же знаем с вами Юлю. Сказала, сделала. В 14 часов идут защитники, они не смогут вам сказать больше. Более конкретно. Скажите, пожалуйста, уже понятно, что скорее всего не будет подписано соглашение об ассоциации в Вильнюсе. Действие оппозиции после вильнюсского саммита. Пока не будет ничего неизвестно. Решение примет народ Украины. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Другой Другой Субтитры создавал DimaTorzok Другой 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Другой Субтитры создавал DimaTorzok Другой 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 Субтитры создавал DimaTorzok Я хочу сказать очень-очень большое спасибо, здоровья и счастья вам особо, чтобы вы в этот день знали, что она стоит мужня до конца, это человек, которого никто не взломает, и настанет время, когда она особо, каждый из вас присутствующих, приветствует, спасибо, спасибо, и сделает это особо, и она мне попросила, чтобы я все сказал. Это раз, и по-друге я хочу вернуться через вас, для тех людей, которые сегодня тут проходят, они лекуются, нехай они на нас не вражаются, мы извиняемся перед ними, возможно, там им немного зависит музыка, возможно, они действительно не могут принимать некоторые вещи, которые сегодня происходят здесь, но я считаю, что то, что мы делаем, это больше христианское, моральное. И необходимо, не только для Юлии Владимировна, которая сегодня пребывает здесь, это не мы ее здесь засадили, это засадили ее влада, и поэтому мы не видны, что она здесь, а мы должны здесь быть, потому что мы ее должны поддерживать, и мы все делаем, мы должны здесь быть, мы должны постоянно давать эту энергетику, которую она принимает, чует и реагирует. И все, что зависит от меня, все, что зависит от Романа Помильяновича Завзалюка и от нашей команды, которая работает в Верховной Раде, да, возможно, мы что-то не допрацовываем, возможно, не стигаем, но будем делать все по-честному, как мы говорим с ним, по-офицерски, потому что мы своих не залишаем и нуждаем. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Юлий Вару! Юлий Вару! Юлий Вару! Счастья на долю любовь! Юлий Вару! Валетим туманом, а топливе, коли дима любовь, а топливе, коли спільний бажання берег любови, Субтитры создавал DimaTorzok